Торжественно клянусь, с честью и достоинством нести это звание, строго выполнять заветы и обязанности кадета. Важнейший день в жизни Максима Скорбина. Юношу переполняют эмоции. Он командир отряда новобранцев. Приходится не только скрывать волнение, но и поддерживать товарищей в такой ответственный момент. Ведь присяга – это новый шаг на пути к мечте стать следователем. Клятва – это что-то такое для меня лично святое, что должно исполняться даже под угрозой смерти. Если ты поклялся, то делай до конца. Первым поздравил кадет главный следователь страны Александр Бастрыкин. Он пожелал им с гордостью и честью носить новое звание, ценить воинское братство и хорошо учиться. А также рассказал, в чем ценность кадетского движения, которое, кстати, создал еще Петр Великий 300 лет назад. Оно дает путь, открывает двери к званию российского офицера. А кадетам дает обязательство хранить кадетское братство, уважать ветеранов, уважать и любить своих родителей, помогать ближнему и защищать слабого. Пока обычные школьники сидят за партой, кадеты учатся стрелять, ходить строем, читают книги по криминалистике, юриспруденции, учат китайский язык. Эти классы подшефные следственному комитету. По традиции Александр Бастрыкин и кадеты возложили цветы к памятнику Ядрову, генерал-лейтенанту юстиции, который стоял у истоков Следственного комитета. После председатель пообщался с родителями новобранцев. Он предупредил, что ребятам придется нелегко. И речь не только о поступлении в Академию Следственного комитета с конкурсом 10 человек на место, но о том, чтобы не вылететь из нее. Не все ребята выдерживают. Причем мы, я хотел бы предупредить, никакой трагедии в этом нет. Ну не пошло, не нравится, ошибся в выборе профессии. Так лучше пусть он ошибется здесь, в учебном заведении, чем тогда, когда он станет следователем. Потому что тогда его ошибка на следственной работе очень дорогого будет стоить. Но будущие следователи не растерялись и показали главе Следственного комитета, на что они способны. За рекордно короткое время, 16 секунд, кадеты разобрали и собрали автоматы. Другие продемонстрировали приемы токвандо. Даже девочки разбивали ногами доски. Лучших кадет, следователей и полицейских Александр Бастрыкин наградил. Алиса Вартазарян, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.